про форумы про пример из практики делали не мы делали наши коллеги вообще у нас в городе ситуация немножко другая мы посмотрели мы приблизительно друг у друга скажем мы устроили даже некую конкуренцию до между компаниями у нас все ведущие компании собирают отзывы клиентов выкладывают их на сайт потому что никто не хочет отставать и в этой ситуации если кто-то отзывы не публикует он находится ну заведомо плохой ситуации в проигрышной проигрышном положении поэтому все ведущие компании размещают очень активно размещают на своих страничках отзывы клиентов одна из компаний которая подверглась вот атаки на форумах очень много клиентов вываливали всевозможные про них информации они выкладывали в ответ на каждый отзыв недовольного анонимного клиента который не представился но как обычно форумах ник и все что кто этот человек что он что на самом деле какой целью он это пишет то есть вот очень все же отзывы анонимные и они стали вот на каждый такой отзыв выкладывать 5-6 своих с открытыми контактами с фотографиями с полным фамилиями мимо чисто фамилия имя отчества и да в каком городе это красноярск система толпы в чем то да ну если человек так себя ведет если он поддерживает большинство то есть люди которые нам скажут вы знаете я не хочу писать отзыв меня работа устраивает и я не хочу оставлять отзыв причины могут быть разные он может быть процент там силовых структурах работать он может работать в администрации он может быть в какой то есть ситуации в которых он не хочет светить свои контакты есть люди которые просто не хотят ну не хочет и все то есть у нас же нет стопроцентной самаре был бум ну да и риэлторы просто привыкли что они себя не защищают и в общем то в этой ситуации защищать очень сложно себя потому что люди выливают на форумы все что можно а вы не знаете что сказать и особенно у компании если нет отзывов то бороться с этим сложно и в конце концов прекратили люди выливать какие-то вот необоснованные то есть я за то чтобы ситуация если разбирается человек оставил свои контакты чтобы была ситуация объективная потому что иначе мы находимся в заранее проигрышной ситуации любой человек анонимный берет ящик новый регистрирует и пишет все что ему вздумается никто это не контролирует владислав написал что email автора лучше всего конечно если вы посмотрите на наш сайт то там достаточно подробно описано там фамилия имя человека фотография и ну достаточно подробно описано да еще есть боты ну и совсем не угонишься то есть если живой человек один живой человек он побеждает десяток ботов то есть это люди тоже понимают реально что на сайтах если реальные люди это конечно лучше и и и и и и